Добираться к новой детской поликлинике станет проще. Улицу Чапаева планируют продлить. Общая протяжённость дороги составит 500 метров. Контракт со строительной организацией подписан. Застройщик приступил к подготовительным работам. Сейчас идут работы по ограждению территории. Заводятся уже отдельные элементы железобетонных конструкций. Также ведутся работы по согласованию замены оконных конструкций жилого дома Силкина 44 именно на сторону, выходящую к строящейся улице Чапаева. Также застройщикам проведены работы по уже вырубке деревьев. В границах предоставлено земельного участка. Впереди ещё один значимый этап строительства дороги – снос 92 гаражей ГСК номер 5. Заранее была проведена независимая оценка. Собственники могли выбрать между денежной компенсацией или новым гаражом взамен старого. Гаражному кооперативу был выдан земельный участок неподалёку и разрешение на строительство. Работы там уже активно ведут. Из 92 собственников соответствующее соглашение подписали 87. Большая часть проблем была связана с плохой организацией. У людей не было на руках необходимых всех документов. Гаражи многие были или их изменения были неузаконены. Поменяли собственника, новые собственники не вступили в права. Фактически специалистами УКСК работа была большая, очень проведена. Все эти вопросы сняты. Комитет по управлению муниципальным имуществом напоминает гражданам, подписавшим соглашение о том, что своё имущество из гаражей они должны вывезти до 1 февраля и передать ключи по акту в управление капитального строительства. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 79 и 9 90 47. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.